Давайте помолимся перед занятиями, а то, как то, как мы понятны. Отец Небесный, благослови наше присутствие здесь и изучение Слова Твоего, Господи. Не даруй нам в мыслях уйти в ересь или в пустословие, или в человеческое осуждение, Господи. Даруй нам точно понимать Слово по Святым Отцам, как учит нас Фефелак Болгарский, втолкователь Священного Писания. Помоги нам, Господи, уразуметь Его и исполнить жизни нашей. Тебе слава веки и Бог. Аминь. Аминь. У нас уже пошло третье занятие, когда мы еще не можем понять, чем нам заниматься. И всегда какое-то дело есть. И всегда чем-то занимаемся. Мы прошли на каком-то... Слушаем, тихо. У нас уже два занятия было на свободную тему. То есть предыдущее и позапрошлое. Вот сейчас третье занятие, мы еще не можем определиться. Были предложения какие? Николай сказал, давайте изучать по 18-му тому мусульманство и христианство, то есть параллель. Или предложение было кем-то поддержано, кем-то не поддержано. Вот. Было другое предложение. Какое? Вот у нас были занятия по изучению Священного Писания во вторник и в пятницу по два часа в неделю. Мы читали подробно Священное Писание, потом толкование и проповедь. То есть на занятиях за четыре часа, если даже там половина проспишь, но все равно ты что-то уразумеешь, и это каждую неделю. А в воскресенье мы еще собирались, вот как сейчас, на один-полтора часа, чтобы позаниматься. Сейчас ощущается острая нехватка занятий. Просто нехватка. И вот на прошлое занятие было предложено позаниматься пока до седьмая глава послания к римлянам. А я потом подумал и думаю, ну как вот совместить там нам мусульманство и Библию. Оказывается, можно. Вот в Мисам Мамедани есть такая книжка, как беседовать христианину с мусульманином. Я вспомнил эту книжку, синенькая такая небольшая такая брошюрка, но в ней основа всей беседы с мусульманином строится как раз на послании к римлянам. Вот я не знаю почему, но совпало. То есть его в основу он положил. Потому что верить в Бога веруют и иудеи, и мусульмане, и христиане веруют в единого Бога. И у нас внешнее даже богопочтение в какой-то степени с мусульманами похоже. Так храмы стоят, мы так коленопреклонение у нас. Там у них пять, мы семь решили. Вроде бы и бороды. Ты нас вот сейчас одень тюбетейку на Сергея или на меня. По Казахстану даже не отличи, что ты не мусульманин так. А суть разницы в чем? В том, что у нас вера во Христа как в Спасители, и мы спасаемся не делами, а верою. Верую во Христа, верую Его благодатью, которую дает нам Господь Иисус Христос. И именно в послании к римлянам основательно разбирается этот вопрос. Почему вот он в основу и положил? Потому что все остальные послания важные, полезные. Но коренное глубокое отличие именно от всех остальных вер, в частности от мусульманства, нам дает апостол Паев в послании к римлянам. Ну и вот предложение такое у меня есть. В основу положить послание к римлянам и делать ссылку на эту книжку, на эту брошюрку. Ну, конечно, читать в колоковании можно, чтобы не было. Кто за, кто против? Предложение. Ну, конечно, правильно. Это прям... Заодно мы и повторим все. Но книжку я эту не принес сегодня. Постараюсь в своей библиотеке, у меня все сейчас в сумках там лежит, отыскать эту книгу, чтобы она была у нас. И мы будем ее читать и как раз с римлянами сравнивать. Вот. Ну, говоря о мусульманстве, вот в этой книге автор делает какой основной упор? Он говорит, ну, это неподробная его речь, мусульманина переубедить невозможно. Вот просто ты захотел его сделать христианином, невозможно, но засвидетельствовать ты ему можешь. И важно, что требование какое он доставляет. Свидетельствовать нужно ему о Христе, библейскими словами, но по его понятиям. То есть надо использовать его понятия для мусульманина. Потому что, вот, например, взять, говорим, мы Евангелие от Марка или Евангелие от Луки. И мусульмане сразу задавал вопрос. Да, Евангелие я знаю, это Инджил. Но оно ведь одно было от Иисуса Христа, от Иссы. А почему там четыре у вас появилось? Надо, говорит, Медоник, сказать. У нас одно тоже Евангелие от Иссы, от Иисуса Христа. Но оно написано четырьмя авторами. То есть вот так, когда ты скажешь, говорит, мусульмане сразу у него, о, все понятно тогда, хорошо. И он уже начинает уже к тебе располагаться. Допустим, когда мы говорим о Боге, то не надо бояться слова Аллах. Потому что Аллах, 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 Божество. Аллах по-еврейски, у них по Аллах, у нас тоже Аллах. Но надо объяснять, что Аллах, 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 Бог у нас в трех лицах. Иисус это и есть Бог, Аллах. И вот когда мы это засвидетельствуем, и там много таких моментов, где обращается внимание, как точно мусульманину сказать. И вот на каком случае у тебя будет конфликтная ситуация, мы не знаем. Но уже ты должен, ну ты уже уверен будешь, что ты точно донес до мусульманина. Вот он уже точно понял, что да, вот это вера христианская, а это наша вера. А не так, что мы говорим об одном, говорят об иконах, а не объяснят, что иконы это и есть образ. Если объяснить, что иконы это образ, тогда может быть многие баскистов бы наконец-то осознал бы, что образ и иконы это в принципе одно и то же. Вот, то есть послание к римлянам решили изучать с ссылкой на мусульманство. Вот книги в лесам Медани, как свидетельствовать православному христианину, ой, как свидетельствовать христианину мусульманину. Это лично твоя книга? Это лично Игоря Добунова книга, я попросил у Марины. Со стола никогда не брать, потому что мы людям отдаем, чтобы они не были попорщены, замазаны. Ты сам-то с мусульманами когда-то беседовал хотя бы раз? Беседовал, конечно. У меня в Ускаменогорске родня, а там мечеть. Я ехал в Газели, ехал в Газели, а я ездил, я в Тюбетейке купил, зашел в магазин там национальной одежды, купил Тюбетеечку такую. И ходил по дорогам, а у меня было три Тюбетейки, две белых и одна бордовая. Я иду в белой, в сторону, где моя тетушка живут. Прохожу, у меня борода, Тюбетейка, машины все останавливаются. Идет вот, видимо, почтенный человек, но я как бы не очень. А я шел даже на красный свет, по-моему, потому что не увижу, там солнце яркое, непонятно какой свет. Говорит, а я тихонечко иду, и вижу, раз, так все приостановились. Я прошел, и так все. И вот такое отношение благоговерное было. Потом ехал я в машине, в Газели, возвращался от родственников, тоже в Тюбетейке, и ко мне. О, брат, как там у нас? Ты откуда? Я из России, из Барнаула. О, а как там братья поживают? Так прям он со мной все. Ну вот на таком уровне беседовала. Я когда ему сказал, что я все-таки христианин, он ищи истину. Он расстроился немножко, говорит, ищи истину. Все. Потом я заходил в мусульманскую мечеть. Так как я с бородой, там женщина, там надо было разуться. Я разулся, прошел. Это было с целью, опять же, благовестия, а не из-за того, что я стал мусульманином. Меня приняли как по-мусульмански. Там, я бы сказал, не такие уже ревностные, фундаментальные мусульмане. Ну просто такое общественное заведение с мусульманским уклоном. Ну а так, чтобы свидетельствовать. Ну и просто были общения. Вот, нерусские ребята работали у нас на коттеджах. Там, они тоже себя считают мусульманами. Там, сало мы не едим. Едим там плов, там, то-то и не то-то. Но в результате, как бы, грехов очень много. А переубедить очень сложно. Ну вот такой был мой опыт личный. А так-то, серьезно. Ты несколько раз помянул про тюбетейку. Батитульку. Ты считаешь, что тюбетейка помогла тебе сойти за мусульманина? Да. А ты знаешь, зачем это грозит тебе? В житиях святых написано, он надел скупил их. Ну не тюбетейку-то. Чтобы торговать, а на них пошлины нет, а на христиан тройная пошлина там. Ну и он день проторговал, ему понравилось. Он опять тюбетейку наделся. А потом ему голову вместе с тюбетейкой сняли. Так что ты смотри, а то без рукомойника останешься. Под них не надо подлаживаться нигде. У них уровень развития не твой. Но у него кинжал. Как Мава Зыдановна говорит. У меня винтовка, я поставлю любого на колени. Вот и все. Ты пропестар, а передо мной будешь стоять. Что нужно здесь? Самое главное. Кого предузнал, тех и предопределил. Кого предопределил, дальше говорит. Избрал, осветил, просветил, все. Он не избран, а ничего не засвидетельствовать надо. И знай, как говорить. Ты ему напомни о грехе первородном и о сегодняшнем состоянии. Никакие бараны не помогут. Вот это сегодняшний баран. О грехе сделал вчера и позавчера. И сегодня. Когда у него понятие о грехе будет, это самый простой довод. Ну ты скажи, должник оплатить нечем. А за тебя может другой заплатить? И погоди тому, что сделал Христос на Голгофе. Это центральный разговор с любым мусульманином. Не затрагивай ни Аллах. Это один и тот же Бог. Это совершенно разный Бог. По описанию Аллах, который у нас Бог, это совершенно разное. Даже близко ничего нету. Качества, свойства их Аллаха и нашего Бога, они разные. Не надо тут дотягивать. Надо так все и сказать, если придется. В эту дискуссию никогда не входи. У него никаких доказательств нет. Он такой же мусульманин, как у нас многие православные, которые я православный. Он ничего не знает, библию как не держал. Но равны. Ты ему говори конкретно о спасении, о Христе. Он не принял. Ты отойди от него. Не избран. Не раздражай его. Это бесполезное дело. Он не избран у Бога от вечности. Кого я избрал, тех предопределен. Он не предопределен. У него назначение быть в аду. И ты его оттуда никогда не вытащишь. И не ставь такой задачей. Игнатий Брянчанинов прямо сказал. И не покусись немощной рукой остановить этот поток. Тебя просто сметет. Засвидетельствовать, сказать. Я могу. Что будет с мусульманством дальше? Оно сойдет. Они говорят, оно захватывает все. Оно сойдет полностью на нет. Да как так? Вы знаете, сегодня они уходят уже 2,5 миллиарда. Но нет. И при том очень внезапно. Ты нигде не встретишь, чтобы ходил проповедник евреев. И проповедовал, и звал евреев. Ты нигде во всем мире за 3 тысячи лет. Ни одного нет. У них задача все проповедники только для того, чтобы никого не допустить до себя. И захватили весь мир. В их среду попасть невозможно. Ты не еврей. Если еврей, то только так, в прихожей будешь ботинки чистить, распространять. Ну там, Бушем будешь, Рейганом. Но дальше Рокфеллером, это все пешки. Все знает только левицкое колено. И у них 3 человека, которые еще над ними. А нам это знать надо. Ну просто, неплохо, что знаешь. А не знаешь, никакой потери нет. Ты им скажи о Христе великой тайне Бога воплощения. А он не примет и убьет за свидетельство о Христе. Апостолов за что били? Они говорили, что Иисус, которого вы распяли, Он тот самый, который обещанный Мессия. Все. Теперь примет или не примет? Иисус из Назарета, которого вы распяли, Это тот самый обещанный Мессия, пророк. И он пришел. Проповедь на этом закончилась. И апостол Павел из Писания доказывал, что Иисус есть Христос. И когда Иоанн заканчивает Евангелие от Иоанна, он говорит, 21 глава, «Все же написано». И дальше говорит, «Все же написано». А с какой целью-то? Чтобы вы поверили. И дальше поясняет, что Иисус, Иисус из Назарета, это есть тот самый Христос, который обещан. Иисус не обещан по Писанию. Это его назвали при рождении. Обещан Христос. Да вот, с большой буквы пророк. Его восставит Господь, как меня. А мусульмане говорят, это говорит сам Мухаммаде. Ну, что ты скажешь? Он так понимает, и ты не убеждая его. Переубеждать никак нельзя его. Мы можем говорить, делать доводы. Ну, допустим, баптисты, сектанты, адвентисты, яговисты. Ну, все-все, которые против икон. И у меня доказательство. В течение пяти минут я ему докажу, что иконы не идолы. Но я ему докажу, что без икон можно спастись. А он и без меня это знает. Я говорю, вы на исход 20 главу напираете, что не делай изображение. А до 25 главу у вас духу нет досчитать. А в 25 написано, сделай изображение. Бог не может говорить сам против себя. Значит, нельзя делать то, и дальше перечисляем все. Что на небе вверху? Я всегда пишу конкретно, что облака, звезды, луна. Ну, и что там еще на небе? Ангелы, Архангелы. Нельзя сделать? Нельзя. Подпишись, что ничего нельзя сделать сделать. 25-ю сделай хирургим. Они на небе вверху? Ну да. Ты сейчас расписался, что нельзя хирургимов делать. То есть ты его сразу остановил. Да, конечно, что разве сделали? Сделали все как положено. А дальше Моисей скинул хирургимов, сделал повеление. Третья книга царств. Третья, пятая глава. Соломон строит храм. И что он сделал? Он туда натащил того, с чего вообще в ум не вообразишь. Львов. Львы это нечистые животные. 12 валов. Ну, еще это чистое животное. Там огурцы всякие висят. И Бог принял ли это? Нас интересует одно. Как Бог посмотрел? Написано, слава несравненного Бога наполнила этот храм. И священники не могли стоять. Облако наполнило. И они должны были выйти. Так было это или не было? Бог принял, принял. А апостолы куда пришли? Ну, в Соломонов храм. Они писания не знают. Я говорю, читаю 25-я глава. Четвертой книге царств. На выхода носа разломал море медное. Все сосуды вытащил. Храм разрушил. Куда они могли прийти апостолы, когда храм-то разрушенный-то? Да как же мы считали? В Соломонов храм. Да он разрушен. Но ты веришь, что... Это четвертая книга царств. 25 глава. Правду говорю. Да. Передо мной баптисты сидят. Общины. Правильно. А куда Христос пришел? Куда? 41-я глава книга Порока Иезекииля. И Бог говорит, что показывает проект. И проект такой, что от пола до потолка, с того же изнутри изображение иконы. Это Бог повелел. И апостолы приходили. Так они были еще летхозаветнее. Ошибаешься. Во второй главе говорится о сошестие Духа Святого. А в третьей, говорит, они шли в храм сейчас молитвы 9. Так они уже были просвещены Духом Святым. И они шли в этот храм. Так это идольское капище было или храм? Ну? Так они еще за храм держатся. Будь здоров. Там Трофима ввел. Я тебя спрашиваю. Это идольское капище? Нет. Все. И у нас изображение. А у вас капище. У нас изображение. У нас святые иконы везде. Вон. Смотри на стене. Кирилл и Мефодий. Вон она, видать. Видите как? Покажи. Посмотри как. Это просветители. Славянских народов. Благочестивающие люди. Он слева. Николыч Дотворец. Божья Матерь. Христос. У нас иконы и изображения. У нас все по Писанию. Так а там же не было изображения святых. Это все 5 минут я успеваю ей говорить. Там не было. Потому что все люди до Христа в преисподнюю шли. Яков говорит. В печали сойду в преисподнюю. А сегодня они на небо взяты. Со мной будешь ныне в раю. И видел я сонма на небе. А раз они на небе. То на небе они. А раньше только имена были. Имена. И поэтому 12 имен у него были на рамниках. А образов не было у Арона. Имена на небе были написаны. Откуда ты знаешь? 32 глава. Он говорит. Господи. Если ты их не простишь. То и меня из книги изгладь. Из книги жизни изгладь. Значит он был там Моисей. Был. Поэтому имена на небе написаны. Они и в алтаре были написаны у них. А образы людей не были в преисподней. Поэтому они на небе не были. А сейчас они на небе. Поэтому у нас иконы в храме. У нас храм по образу небесному составленный. Все. На этом закончились баптистами. Половина уже считает иконы не идолы. Вот так. Это самый удобный, быстрый, 5-минутный разговор. А теперь всеми 50, которые не согласны, они будут работать. Так что, без икон не спасешься? Почему не спасешься-то? Про иконы не говорится, что они их спасению содействуют. Иконы это по нашей немощи. У меня воображение слабо развито. Мне нужен художник. Вот представь. Без иллюстрации. Новый завет у нас был. Без иллюстрации. Да, с хорошим. Ну. В армии сын служит. Хорошо. Она при ней не сядет. Фотокарточку выше. Ты доволен? Нет? И мать прижимает его к сердцу. Целует родной сыночек. Да это фотокарточка, баба. Ну, уже мы понимаем, что она не фотокарточку целует. Она переносит свою любовь к этому первообразу, который в армии. Тем более, для чего на кладбище, в аптисе, везде образы своих родных, чтобы сразу его представлять, кто здесь был. Молодой, старый. Все. С иконами вопрос закончен. Дальше о церкви. Самый дохлый вопрос для них, это церковь. Они не знают, что такое церковь. Где двое или трое собрались. Да не двое или трое собрались. А двое или трое собраны и во имя Христа. Во имя мое. А во имя-то его вы никогда не собирались. Во имя Христа можно собираться только в церкви находясь. Во имя Христа нельзя в пилушке собираться. Поэтому церковь тратила громадное усилие доказать, что такое правая вера, православная. Иеретики. Семь соборов прошло. У стихтантов ни одного дня. У них, конечно, совещания, ассамблеи какие-то бывают. Где-то лазанья, там, ну, камберры. Они собираются для того, чтобы все соединить в одно. А апостолы собираются для того, чтобы разъединить. Разъединить. Иеретиков отсечь. Ариан объявить вне закона. Нестория вне закона. Вот все другим путем сегодня идет. Церковь Христова. Она посвятила буквально все семь соборов. До восьмого вселенского не дотянули только. В восьмом веке уже закончена эта борьба была. И поэтому сектанты не церковь. Мы церковь. По названию. Но действительно ли мы церковь? Церковь в действительности тогда, когда люди живут со Христом. Движимые Духом Святым. Они так. Писали святые божьи человеки, движимые Духом Святым. Заучил 1 Петра 3.21. А ты, считающий, каким Духом движешься? Ну, подожди, я тебе еще место Писания подберу. Будь здоров. Я тебе врежу. Да Писание не для того, чтобы врезать. А для того, чтобы грехи отрезать. Да, я знаю много мест Писания, которые говорят прямо против тебя. Сидящие рядом. Против тебя знаю места. Но Бог интересуется. Знаешь ли ты, что против тебя написано? Которое меня очистит. И я, находясь на этом месте, абсолютно точно знаю, что в Писании большая часть Библии написана для меня. Она против меня. Одобряющая очень мало. И все это оживотворяет. Ты конкретно поставил задачу обратить мусульманина. Как ты с ним был? Я имею общение. Ну, слабенькое. Слабенькое. Настоящее общение с мусульманами имел отец Данил Сысоев. Я, ну, может, редко какую книгу его не прочитал. Это был настоящий благовестий. У него есть много, с чем я не согласен. Вот там путешествия по храму, он там показывает где-то. Я бы даже не завел в храм. Что там показывать? И говорить. Но он твердо уповал на то, что, находясь в Московской патриархии, тут как бы все ладно. Ах, не так. В беседе со старобрядцами он занял позицию абсолютно неверную. Правильную позицию в отношении со старобрядцами занимает теперь югумен отец Кирилл Сахаров. Когда нападают старобрядцы, он говорит, да наши-то не коня не гнали, их жгли как протокол по вакууму, а они нас только палкой ударили, плюнули там, ничего особенного. Давайте перетерпим. Мы должны это сказать. Мусульмане-то от православных-то чего они хорошего видели-то? Куда их звать будут? Он воевал согласно написанному. Он говорит, у меня четыре жены. А православных-то разберись. Только официально, венчаный. Иван Грозный семь раз был. Как? По закону? А теперь его в святые тащат. Может быть и святой, но это никуда не денешь. Беседовать с мусульманами можно через признание своей вины. Да, мы были плохие православные. Вот я не воюю. А как вы сами... Вот мы к вас захватим. Вы к чему готовитесь? Ни к чему мы не готовимся, как умереть. Поэтому... А чтобы умереть достойно, я должен все время святости добиваться. Перед Богом. Быть жертвенным. Жить для Бога. Мы готовимся не к Третьей мировой войне, а к предшествию Христа. Но перед ним будет еще Третья мировая война. Воцарение Антихриста. Начертание на правую руку или на чело. Но все это никакого значения не имеет, если с тобой Христос. Я просто... Ну на мороз выбросил. Ну на морозе не буду же я год жить-то. Я к утру и околею. И все. Дальше забыть ее. Ну как, когда люди замерзают. И дальше уже поплыло, как под наркозом. Если со Христом быть. Я вот, например, как отец Даниил Сысоев к мусульманам не пойду. Говорят, он специально их там драконил, делать. Это глупости. У него дед там мусульманин был, даже был он у них муллой. Он пришел к своему народу, отец Даниил. У меня-то нет татарских корней. У него корни татарские все эти были. Кто он там еще, ваш, не знаю даже. И поэтому подражать отсюда Даниилу нельзя. Вот сколько уже годовщина, а ведь нигде нету ему подобного-то. Нигде нету. Ну что, Синяев пойдет на это дело. Полтора центра туши. Он весь, он как воздушный шел. Он горел огнем. Даже неправильно у него огонь был. Иногда со старообрядцами он на 100% неправ был. Но он горел огнем, он желал лучшего. Он восхвалял там патриархию где-то. Это неправильно. Я считаю конструктивной позицию, когда мы начинаем с себя. Я должен измениться. И вот на этом все. А тут перед старообрядцами принести покаяние, как зарубежная православная церковь. Не потому ли, говорит, была революция, нашу церковь подрубили под корень. Что мы возгнали, это возмездие за то, какой правильный подход. Это, видимо, Даниил там какой-то истрийский у них был, епископ старообрядческий. Поэтому лучше не знаешь, тему не трогай. Давай по Евангелию. Я к мусульманам не пойду. Знаете, я скажу про отца Даниила. Мы немного ростом пониже и духом пожиже, чтобы равняться на отца Даниила. Я могу только молиться и желать, чтобы у русских были такие люди. Я не такой. Эта ига его, которую он нес, я не понесу. У меня нет этого опыта. Нет их корней. Ему это дано было. Но я твердо знаю, что за 2000 лет из русских священников никто так не любил мусульман, как он. Это я 5 минут докажу. Он до смерти любил и жизнь отдал за них. А что убили мусульмане, это неизвестно еще. Не доказано. Поэтому умолчим. Римлянам 1 глава 1 стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Толкование. Не Моисея, не после него многие, даже евангелисты, не выставляли имен своих перед писаниями своими. А апостол Павел ставит имя свое перед каждым посланием своим. Это потому, что те писали для живших вместе с ними. А он посылал писание издали и по обычаю исполнял правила отличительного свойства посланий. Только в послании к евреям он не делает этого. Ибо они ненавидели его. Посему, чтобы услышав тотчас имя его, не перестали слушать его. Утаивает имя свое в начале. Вот, Игорь, постой-ка, вот как раз мысль мне прямо сейчас пришла. Вот в данном случае, любовь апостола Павла к евреям, она была несомненная. Он говорит, да родные по плоти, что готов быть лишен Царства Небесного. Прямо говорит. Такое только у трех человек было. У Моисея, у Павла и Серафима Саровского. Больше ни у кого. Я больше не читал. Ни в житиях святых нигде нет. И скажу, что все трое не понимали, о чем говорят. Лишить Царство Небесное. Это просто в ревности сказал. Ну, представь, что это ад. Это навеки. Ты был там в аду? Нет? Когда один день тебе покажется за тысячу лет. Поэтому, вот, апостол Павел любил евреев. А они его ненавидели, искали убить. Вот отца Даниила Сысоева точно так же эти мусульмане. Вот с чем можно сравнить. В переводе на мусульманца, отец Даниил, это апостол Павел. Только в послании к евреям он не делает этого. Мы прочитали. А для чего он из Савла переименован Павлом? Для того, чтобы ему и в этом не быть меньшей верховного из апостолов, названного кифой, что значит камень Петр. Это описывается в Евангелии от Иоанна 1 глава 42 стих. Это все придумано. Вот Феофилак говорит это, это он придумал. Ни на чем это, для того, чтобы не быть ниже. Павел заботился именем. Да и в какой высотах он узнал выше всех 12-ти? Это надуманное, монашеское. Повторяю, что Феофилак ни этого доказать никогда не может. Я считал, что он, когда проконсул, это Ильма Волх противодействовал, и проконсул Павел Сергий был. И после этого он, Павел, считает, что в честь этого обращенного проконсу он себя назвал. Почему? Наоборот, он принял имя Павел. Павел означает «малый». Он как бы именем унизил себя, а тут получается как бы возвысит от себя. Петру переменили, и я хочу быть перед... Да за кого Павла считаете? Недоумок какой-то. Не поэтому. С прошлым было покончено. И послание, сегодня нигде не найдете, что послание апостола Савла. Этого нет нигде. Я думаю, я так думаю, тоже доказательств нету, что ему Бог положил так на сердце. Положил на сердце. В прошлом покончено, имя другое, как написано Иисусом, назвали там Юстом, потому что Варнаус, сын утешения назвали там. Ну, это было по делам. И имя переименовывалось. И по апостолу Павлу видно, он был скромен, хотя говорили, что он превозносится. В личном присутствии речь его незначительная. Но это все завистники были. Мне вот это все очень близко. Я на своей жизни это испытал. Как чуть-чуть, это гордость, мало того, гордыня. А в чем гордыня? Ну вот, пленки распространяли. А как я должен был? Ну а зачем о своих делах трубить? Ну ладно, я пленки насчитал. Я не хочу трубить, хочу быть скромным. И под кровать, и ждать, когда КГБ заберет. И чем дальше было? Вот у нас сидит свидетель. Вот сколько? Сейчас у меня только два свидетеля. Олегкина, ты где у меня? Алла. Подойди сюда. И вот Валентина Барышникова. Вот она это знает. Как распространялись, как свидетельствовали. Она свидетель тех годов. Она была рядом. И у меня через один подъезд жила Рая Шишкина. И к ней мы провели провода. И когда я включаю, и у нее включается, и тоже в доме говорит, чтобы ей не крутить магнитофон. Вот как было. Я бы прятал. Дело в том, что тут не написано, что он сам себя назвал. А тут переименован. Ну вот кем он переименован-то был? Кто ему вот это сказал? Павлом стать. Не будем гадать, кто. Я думаю так, что это Богосподь подсказал. С прежним покончено. И чтобы на имени Савл даже не зацикливались. А евреям произносить имя Павел было противно. А Савл, они его знали. Его имя под подписи стояло на смертных приговорах. Оно было все ему известно. Думаю, я так думаю, что это именно Дух Святой ему подсказал. И думаю, что не ошибаюсь. Без Духа Святого Павел говорит, я думаю, имею Духа Святого. С прежним было покончено, имя меняется, как в монашестве. Прежняя мирская жизнь уходит, ему сразу дается другое имя. Вот у всех другие имена, патриархи, которые... Вот у нас, вы знаете, Ифтихий, Ифтихий. А вы знаете его имя-то, хоть настоящее-то имя-то. Он в паспорте, это не Ифтихий. Иван Тимофеевич. А другой был тут Антоний. А этот Иван Иванович. Два Вани. А тут уж сразу это Ювенали. А вот имя не менял Алексей, который был. Он был Алексей, патриарх-то. А он имя Алексея, ну назван там, допустим, Алексей Божий Человек. А он во имя Алексея Митрополита Московского. Вот меня патриархом когда избрали бы, я говорил, я в честь Игнатия Ростовского. Я бы взял дальше Игнатия в честь Игнатия Богоносца. Но имя свое не стал менять бы. Ну тут в любом случае факты приводит в фефиларх болгарский. О том, что переименование было у апостолов, у других. И апостол Павел так же в этот ряд встал и все. Вот он называет, что... Что разве у всех переименовано было? Ну вот нет, не у всех. А вот, например, приводится здесь сыновья Зеведеева, нареченный Ван Эльгез. Ну а Андрей как переименован? Никак. Никак. Фома как? Он близнец, это переводится Фома близнец. Это не переименование имени. Ну по порядку у всех возьми-то. У трех, у четырех переименовано. Тут есть такая версия, что ли, это есть фильм такой, Святой Петр. И вот там именно, когда Павел начал говорить о Христе, ему говорят, а ты какое право имеешь говорить о Христе? Ты же не был с апостолами. Ну, они якобы от себя там, от феи говорят, ты с нами не был. Какое право ты имеешь говорить? И прочее, и прочее. И он, чтобы как-то, ну, чтобы ему поверили, что он не возвышается над ними, он к ним приходит, и Петру-то говорят они, Савва, Савва. Он говорит, да я не Саввил, я теперь Павел. Павел, значит, ну, меньший. Вроде как, ну, чтобы принизиться, чтобы, ну, чтобы его не, как бы, ну, к тем не примазывали. К основным 11 апостолов, 12 апостолов. Ну, это одна из версий такая. И то же самое Петра, он когда заходил, вот, к Корнилию Сотнику, вроде как, Корнилий говорит, иди ко мне. Он говорит, а ему, это, Матфей говорит, а как ты туда пойдешь? Ты иудей, тебе запрещено к язычникам заходить. Он не ходил. И только потом ему якобы откровение, ну, от Бога мы в Евангелии читаем, то, что Бог очистил, не считай ничего. Я к тебе скажу. Николай, вот посмотри, у нас съемки ведет Володя Пащенко. Встань сюда маленько, вот сюда. Вот. Теперь, Володя, скажи, твое имя в честь кого названо? Кто твой святой? Князь Владимир. Князь Владимир, слышали? Все, пожалуйста, забери свою аппаратуру. Вот оно к тому и сказано, что... Вот, и поэтому не удивляйтесь, что он будет выпивать и пить, что у него будет 40 тысяч жен. У этого Владимира? Да, потому что в честь князя Владимира. Ну, какой... Церковь не князя Владимира прославляет. Ему имя в крещении было переименовано. Как он назван был? Василий. Василий. А спроси Василия, кто знает равнопостного? Никто не знает. Мы, по сути, дело-то лжеправославное. Даже у своих православных не знаем-то. И кого прославляет-то? Князя Владимира. У князя Владимира в Пите висели на Руси. И больше ничего не было. У Соломона было сколько жен? 300, если тот належен. А сколько было у князя Владимира, то узнай. В 10 раз больше. Вся Русь под ним была. Это возникнет. А куда в село не приехал, первым делом жену дайте мне на постой. Ну, платили ему. Все. Значит, во имя Владимира, кто у нас назван, это все названы в честь язычника. Это нельзя опровергать. Теперь, Александр Невский. А кто такой Александр Невский? Вояка. Воистый человек. Мы Александра Невского. Вы его не почитайте, я понятия не имею. Так вы его совсем не признаете. Я перед всеми свидетельствую, что Александра Невского церковь не прославляет. Зачем обо мне спрашивать? А кого она тогда прославляет? А который принял чин. Какое он имя принял? Алексей. Вот его мы знаем. А Александр Невский никакого отношения не имеет к канонизации. И люди сегодня этого даже удивляются. Это как храм Александра Невского. Ну, язычники. Они даже этот храм переименовать сегодня же в честь Алексея, бывшего Александром Невским. Он в крещение это имя принял, когда отрекся от этого мира. Я, если назван в честь Игнатия Ростовского чудотворца, то менять ничего не надо. Он митрополит. Он такой был с детства, родился. У него там были свои какие-то отдельные такие нюансы в жизни. Кого он рукоположил, он повелел собрать все эти списки и под голову себе положить. До того интересно. Для чего? Самый строгий ответ за рукоположение отвечать. Игнатия Ростовского чудотворца, которого я назвал, его не хоронили. Он только умер и сразу гроб поставили в церкви, он встал. А то тоже один такой-то был. Но это спасение никакого значения не имеет, а просто некоторые черты из его биографии. Считай. Игнатия Ростовского чудотворца, который именует себя рабом, раб Иисуса Христа. Раб. Почему раб? Рабство имеет многие виды. Есть рабство по сотворению, о котором говорится. Псалом 118, 91. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Есть также рабство через веру, о котором сказано. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6, 17. Наконец, есть рабство по образу жизни. В этом отношении назван рабом Божьим Моисей. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 2 стих. Павел раб во всех этих видах. Иисуса Христа, то есть, кого? Иисуса Христа, предлагает имена Господни от воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть, помазанный, суть имена после воплощения. Игорь, вот понимаешь, торопитесь, считаете. Неужели тебе, не потому что на слове раб надо остановиться. Вот сейчас такие называемые родноверы, русичи и прочие, ну, языческие. Это восстанавливать до князя Владимира. И они, а, вы рабы, везде они в эфире, везде. Вы рабы, не рабы. Не раба нету. Будущие сами рабы тления обещают свободу. А рабы тления кто? Ты раб тления, умрешь и я умру. Мы уже рабы тления. Нам представляется выбор из общего реестра рабов избрать самый подходящий. Не рабов нету. Нету. Они рабы плоти, рабы прихоти, там, может быть, рабы государства, жены, кто угодно. И рабы Божьи, и рабы Христа. Вот теперь, ну, набор, да, ну, допустим, раб. Выбор только в рабах. Ну, 10 тысяч. И выбери, к чему ты хочешь быть раб. Раб прихоти, раб знания, раб пролития крови, раб блудодеяния, раб пьянства. Это рабы пьянства. Раб наркотиков. И, наконец, ты видишь, раб Христов. Я избрал одно рабство. Послушание Христу. Он хозяин, он господин, он зовет, идите, собирайте. И когда хозяин вошел в дом, хозяин вошел, остальные кто? Слуги, виноградники, кто работают? Рабы. Везде так и называется. А как мы? Ну, а люди говорят, а мы не будем, как рабы? Раб-очий. Раб-очий. Ты как разобрать, кто отец-очий? Чей? Что ты раб? То, что в самом названии раб-очий говорится. А очи, это может быть очи, сущие на небесах, а может быть там внизу, которому ты подчиняешься, который духовно тебя наставляет, падший с неба херувим. Слово раб включает в себя полную покорность. Я называюсь рабом Христовым, помяни, Господи, раба твоего. Но действительно ли я раб Божий? Вот теперь вопрос дальше навести до конца. И это великое звание, получив от Христа, я работаю ему или нет, или раб плоти, раб сна, не могу рано встать. Раб своих привычек, все на завтра откладываю и прочее. Чей я раб? Ты перетряси на мелкое, на шинкуй, как говорится, на мелком сите. И ты увидишь, что рабы плоти и рабы Христа это разные люди. Рабы Христа, они только так отвечают. Господи, слушает раб Твой. Слушай, говори, Господи. А если этого нет, а только прослушал и пошел, веры-то нет никакой. Это только думаем, что имеет веру, сидим здесь, раздовольствуем. Ты скажи, мимо рая хочешь промахнуться? Нет. Определенно нет. А как Богу угодить? Исполнять его волю. Волю чью, Господина своего. И когда хозяин встанет, затворит дверь, будете стучать. Отвори нам. Но он скажет, не знаю вас. Страшно. А может это я там за дверями останусь? Нет. Я каждый день говорю, нет. Господи, что угодно делай мне, не отпущусь от Тебя. Я слушаю волю Твою. Вспомни, последний раз, когда ты ночью вставал на молитву. Не просто проснулся, тебя там живот распирает. А Бог понимает тебя. Ангел Господень зовет тебя на соединение с Богом. Нужна в мире. Нужна охраняющий порядок этой милиции и полиции. Понимаешь, какое дело? Ты тот сам все это к себе применит. И тогда увидишь плохой раб, если даже раб. И вообще раб ли я? Ко мне сразу, а ты как себя считаешь? Никудышный раб. Я не гожий, да божий. Я делаю, что могу. Не до конца. Но каждый день, все еще, 73-й год я пытаюсь совершенствоваться, узнавать. Человеческое счастье, по-чернышевскому, тем больше, чем большему числу людей ты приносишь счастье. А это и во Христе. Почему она-то заповедь говорит? Наконец, даже Павел, когда говорит, возлюби ближнего, даже возлюби Бога не говорит, остается одна заповедь. А почему? В ближнем ты должен увидеть Бога. Его накормили, напоили, меня напоили. Его посетили, меня посетили. То есть в заповеде любви ближнего, теперь вопрос, кто ближний. Все сектанты, еретики, мусульмане, евреи. Вот теперь мы уже на правильной платформе. Мы теперь работаем. Работаем. Чтоб каждая потокарточка раскрывалась на весь экран. И каждый день все чище работаем, все лучше делаем. Давай. Раб. Раб мы разобрали. Чей раб? Иисуса Христа. Почему именно такие имена использует апостол Павел? Объясняется. Предлагает имена Господне от воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть помазанный, суть имена после воплощения. Помазан же отнюдь не елеем, но Духом Святым. То есть Христос это помазанный. И помазан он Духом Святым. Который, конечно, бесценен и елея. А что помазание бывает и без елея? Послушай. Не прикасайтесь к помазанным моим. Это у нас Акелина. Акелина звать ее. А вот это кто? Калерия? Полина. 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 А Полинария. А Полинария. Вот она какая у нас. Вот они где, подружки-то. А там маленько поменьше вроде бы. Так она на полгода младше. О-о-о. Ну ничего. Потерпи. Смотришь и вырастет. Пожалуйста. В Ветхом Завете уже о помазании разговор шел. Не прикасайтесь к помазанным моим. Каково изречение надо бы относить к бывшим до закона, когда не было даже имени помазания посредством элея? Ты понимаешь, что не прикасайтесь. Как ты понимаешь опять? Не прикасайтесь? Ну да. Вот так рукой прикасаться или как? Он говорит, а я не прикасался. Я говорит, взяли верующих. Я издалека, говорит, автоматом посек их. И все, я не прикасался. И каймичом. Гнушает, говорит, даже одежды. А мне в ответ говорят, а я, говорит, одежды не касался. Почему? А мы оба голые были. Ну правда. Да что это? Значит не попал под заповедь? Ну это же не в буквальном смысле понимать. Не делай вреда. Не делай вреда, да? Ущерба. Да, да, да. Детям моим. Вот от себя ответ такой. А это можно как? Неправильным мнением, облыженным. Люди как понимают? Ну, не сотвори убийство, не убей. А родители, которые пренебрегаются детьми своими, сын оскорбляет мать, отца, который не досыпают, который выкупает его, где он попадает, он не сокращает им жизнь. Ученики, которые не слушаются учителя, доводят его до инфаркта. Он не сокращает его жизнь. Это все убийство. Мы слава, любое слово, расширь его. Только написано, не укради, а я не ворую. Не воруешь? Худой отзыв о добром человеке. Ты его авторитет своровал. Вот все. Без разрешения дочь украл. Из дома, как грузин настоящий. Увел ее. Без согласия родителей взял ее за себя. Воровство. Притом крупное воровство. Ты, Даша, ты рассуждай, расширь вот это все. Господь говорит, ненавидящий брат, а я щелоку убийца. Так я сидел под одеялом, сидел, да что бы ему повылазило. Убийца. Да там никого не было. Руки чистые, ваня не вымылся. Убийца. В христианстве все имеет расширенный вариант. Да как я на такую красавицу могу не посмотреть-то? А уже в сердце своем там совершалось. Но одно дело посмотреть, а другое дело пожелать. Чтоб вас никого здесь не было и окна занавешивать. Вот и все. И уже, говорит, сердце твоем. Понимаешь, это другая шкала совершенно. И мы должны на нее ориентир держаться. Так ты в этом виновен? Виновен по уши. Почему Агафон, что бы ему не предлагали братья, он совсем согласился, да, и плакал. Я убийца, я блудник. А одно только не принял, когда братья сказали, ну как его испытать-то? Он все соглашается. Тогда говорит, давайте скажем, ты эритик. Подошли и говорят, а ты эритик. Ну не важно, кто там, баптист, адвентист. Он сразу вытер слезы, говорит, нет, братья, никогда не был. Вот это странно. А почему ты там согласился? Он сказал, там ненавидел, там кому-то недобра желал, а он монах. А вот это, говорит, слабость человеческого духа, увлечение плотским, земным. А здесь добровольное увлечение ума, отторгнувся от церкви. Сектанты, они этого не понимают. Они вне церкви. Церковь только там, где есть истина рукоположенная от апостольских времен по хератонии апостольства. Вот со мной не соглашаются некоторые старобрядцы. Я говорю, что московская патриархия благодатная. Она имеет рукоположение. Как так? Кто там, они, никоньяне. Но это мое мнение, ты не считаешь. Теперь с православной беседой. Я говорю, старобрядцев, правильно, это церковь. Как церковь? Да не раскольники. У них правильно там в России идет древнеправославная, настоящая церковь. А как вот эти раскольники сейчас, которые за рубежной церкви были, ну, отошли, 13 сейчас уже название. Они все правильные, кого я знаю, все рукоположенные. Епископы переходили туда законно. И ты их признаете, да, а причащаться будете там? Не буду. Потому что я нахожусь здесь. Только поэтому. А католики, церковь, со множеством заблуждений, но это настоящая церковь, благодатная. И был бы папа здесь, и нужно встать на колени, там, поцеловать туфли. Я бы встал и поцеловал. Я его как папу чту, а не тирана, а не инквизитора. Понимаете, люди не понимают, так как это понять, у вас какое-то раздвоенное. Почему раздвоенное? У меня расстроенное, не только раздвоенное. Я как гражданин и как христианин. Постоянно. Ты понял меня? И так в любом вопросе. Не просто читай, а применительно к себе слово Божие живо и действенно. А Григория и Армяне настоящая церковь. Христова церковь. Со своими отклонениями. Они-то монофизиты, монофилиты. А мы-то признаем Бога человечества, а не только Бога. Бога человечества. В нем две воли, два естества. Мы православные. Я их исследовал и скажу, католики, кое в чем проверяю нас. Вот и все. Я так думаю. Но я исповедую православное вероучение. Сибол. Павел, раб Иисуса Христа, призванный. Слово призванный объясняется. Слово это означает смиренно мудрее, ибо им показывает апостол, что он не сам искал и нашел, но был призван. Апостол. Это слово употребил апостол в отличие от прочих званных. Ибо все верные призваны. Но они призваны для того, только чтобы уверовать. А мне, говорит, вручено еще апостольство, которое верено было и Христу, когда он посылался отцом. По-арабски слово апостол переводится расул. Вот расул, гамзетов, расул. Чтобы знали. Вот это был расул. Посланный. И когда мы говорим апостол Павел, это значит, он посланный, малый от Бога. И апостоличность мирян. Это означает, я не священник, но сердце мое горит любовью к людям, я хочу им рассказать о Христе. Это апостоличность мирян. Вот к этому мы должны всех призывать. Вот нас здесь 12 человек, а нас больше здесь. Я вам за то, что я говорю, признайте, насколько худы мы. Столько в церковь ходят, и город неверующий. А они 12 заквасили весь мир. Но ты признай, что ты настолько худы. Вот скажи, ты находишься сколько в церкви? Кого ты привел в церковь? Сколько человек? Как ты над ними работаешь? Ну по порядку каждый себе скажи. Ты уже в церкви не один день. Сколько ты привел людей? Как привел? Каким методом? Поделись опытом. Покажи этих людей. Но ученик не вышеучитель, ты заранее должен знать. Ученики твои все будут спать долго, я тебе определенно скажу. Определенно. Вот у меня живут со мной мои ученики, все встают рано. И при том, я никого не толкаю. Они сверху как сыпятся с этой, только бы не попасть под них. А не, на плацкартах, на втором, на третьем этаже. Ты понял? Человек дружбу свою направляет так, чтобы друг был похож на него. Ты хочешь, чтобы твои, допустим, друзья, даже ученики, а может быть дети твои духовные, были похожи на тебя. Дома для размышления. А ответ дашь, когда посоветуются с женой, с тещей. Игорь Игорьевич, какое место Писание говорит об апостоличности, Мирян? Восьмая глава, четвертый стих, Деяния апостолов. Этого достаточно. Считай. Открой. Ответ на вскидку. Рассеявшиеся благовествовали слово, да? Да. Считай. Деяния святых апостолов. Восьмая глава, четвертый стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Все. А кто такие рассеявшиеся? Ян Ратауз говорит, апостолы все остались на самом трудном участке в Иерусалиме. А рассеявшиеся, это обыкновенные миряне, которых разогнали. И они ходили, не прятались, не скрывались в лесах, не искали подземные пензенские затворы. Они не прятались там где-то с лыковыми вместе-то. А они благовествовали. Это апостолы были, апостоличность мирян. Вот, пожалуйста. Так это, разве, одно место? Апостол по вере вашей, слава пронеслась по всей Ахае. Значит, это было. Их никто не мог Ахаеить. Они действительно были апостолы. Вот, я когда обратился, это было 27 сентября 1962 года, в 17.00. Я вечер, мне уже надо идти на корабль, а лоцманский катерок, он меня везет. Вот, вот я только к кораблю пристали, дальше спускается лестница, не трап, лестница. Я по ней избираюсь, и тут борт, борт такой, фальшборт называется. Я перешагнул, первому матросу сразу о Христе сказал. Шагнул дальше, стоит второй, я ему второму сразу сказал о Христе. Я не могу удержаться. И капитана, и все. Моя учусь в училище, в высшем мореходном училище. Меня везде сразу рубить начали. Вчера дали характеристику, какой я активный, член судового комитета, там, профессионалист, вот такой. А на завтра, когда обратился, уже дают, говорит, не пользуется авторитетом, чуждыми идеями заражен. Все. Тот же самый Фролов, капитан, тот же самый Задорнов, караван на корабле, который главный. И дают характеристику, буквально через неделю, совершенно другое, это разные люди. А я не изменился. На это смотреть не надо. Важно подчеркнуть, что вот этот четвертый стих нужно соединить обязательно с первым стихом. Здесь написано. Сам был же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь по Иерусалиме. И все, кроме апостолов, расселись по разным местам иудеи и самолеи. То есть ходили именно просто уверовавшие, христианами ставшие люди. И они свидетельствовали. Кроме апостолов. Они остались на самом трудном участке войны. Ну, я беру толкование Иоанна Златоуста. А вы это понимаете? Понимаешь ты это умом? А ты на деле это узнай, как было? Свидетельствовал ты или нет? Ну, тут еще момент такой. Характеристики апостола Павла, тут не специально, но, может быть, это Бог устроил. Характеристика апостола Павла для уверования. Оно даже ужасает чем-то. Вот читаешь, и вот так это если представить, как реально было бы сейчас, кем был Павел. Вот сейчас мы пишем, читаем, какой он стал, как избран. А тут написано один стих, и он ужасает. Сал, а Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Вот представьте, коттеджи, дома наши, где мы живем. И заходит какой-то злодей, какой-нибудь в черном. И вырывает прям мужчин, женщин, выхватывает. И сразу мы там пугаемся, там, венальные юстиции, говорим, вот будут гонения, коммунисты. А вот Савл терзал церковь. И вдруг внезапно этот гонитель, убийца, ну, жестокий человек очень, умный и жестокий в отношении христиан, становится вот тем, о ком мы сейчас будем читать. Мне приходилось такое обвинение в свой адрес. Ты пишешь, что ты ненормальный, тебя проверять надо. Конечно. Ну, было, да, было. Так апостол Павел это претерпел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Так что, если такой адрес, ты скажешь, вот в этом месте я прошел за апостолом Павлом. Я испытал, как это горько, обидно. Я смотрю на врачей, это дом дураков. Помните, это Никипелов, как описывает. Институт дураков. Не, говорит, что он там сидел. Вот это самое, ты каждое слово думаешь, а я его испытал, это слово. А когда ты испытал, это родное, близкое делается. Потому что это по мне, обо мне. Рассеившиеся ходили влаговесцы. Вот я приехал, я работаю на корабле. Отец у нас инвалид, войну, а так руки нету. Я приехал по деревку. Ну, у меня большой отпуск. Называется «Навигационные дни». Там выходных-то в море нету. Но они приписываются тебе. И поэтому отпуск не 12, не 15 дней, а 2 месяца. Ну, я вышел, у меня же выходных-то там лету. Я приехал, помогаю. Из Барнаула приезжает капитан КГБ, обо мне уже сведения есть, чтобы вас духа не было. Вот сегодняшний пещер вас здесь не было, значит, мы вас заберем. Я беседовал в Потеряевке. Я говорю, как я уеду? Я отцу. Они к отцу сразу. Он вам нужен дом? Отец говорит, как не нужен? Это за ему скотина столько навоза. А он, я на тележке накладу и тележкой его вожу. Так он через 2 дня вывезет? Не знаю, как вывезет навоз. За навоз засыпились, чтобы сразу духа его здесь не было. Рассеявшись, заходили, благовествовали. Понятно? Сеялка сеется в поле. Приходит кто-то, заведующий, и говорит, вы не могли бы на сеялке? А там на сеялке, когда там пылища ужасная. На одной сеялке я, на другой брат Аким. И там еще один был какой-то. И нас в сеялке с поля обоих сняли, чтобы духа вашего здесь не было. Как гоняли. Сеялки в посевной, остановили агрегат. Не важно, но чтобы вас не было. Я живой, а их никого уже нету. Никого. Меня прокурор, который судил, он даже не дождался меня, когда я освобожусь. Следователь умер, ему даже 50 лет было, не было. Ты же знаешь его курета? Вот она его знает. В общем-то, я на него обид не имею, но он умер. От какого-то гайморита. Нет, он вообще-то был болезненный. Встретился товарищ его ко мне, который его знает. И что этот курят Владимир Кузьмич говорил обо мне перед смертью. И он мне все рассказал. Долго беседовали. Он у меня спрашивал. Он все в таком же пальто ходит? Я говорю, да, в том же пальто. А с чем спрашивали? Мы с ним в лесу когда гуляли, с ним встретились. Он неплохой был для меня следователь. Я лучше его даже не желал. Он следователь в КГБ был или в МВД? Он в прокуратуре. А, прокурор следователь. Городская, краевая прокуратура. Курят Владимир Кузьмич. Ну, люди всегда, все заключенные обижаются. Я не обижаюсь. Я не обижаюсь на него. Он делал свою работу, а я свою. Интересно, что Сысоев, ему вопрос задали, а он говорит, а что вы ко мне привязываетесь? Ну, 10 лет я в одном ходил в плаще. Мне он удобен. Ну, порвался. Ну, тогда я уже новый купил. Вот почему так все к одежде, к этому пальто? Сысоеву, что ты в плаще 10-й год ходишь в одном и том же? Да, это не в этом дело. Дело в том, что чем-то человек выделяется, он не знает, на что обратить внимание. А внешне оно как-то, ну, понятно. Считай. Если нет внутреннего содержания, то интересно только внешне. Да, вот, зацикливаются на этом. Вот всегда начинают спрашивать, даже в интернете. А вы женаты? А там написано, женат в анкете. А сколько у вас детей? А это ваши дети рядом сидят? А как вы живете? Ну, то есть, это у колодца, кумушки только спрашивают. А какой вы веры? А вы действительно там в патриархии относитесь? Ну, там же сказано. Епископ, Ептихий, Домодедовский. Ну, читай, в анкете-то написано. Викарный, патриарх и Кирилла. Ну, не может быть он викарный и быть католиком или ваптистом. Ну, совершенно народ ничего не понимает. И вот постоянно спрашивают. Я с кем-то знаю, даже в личном общении я не спрашиваю человека, какой он веры. Ни разу не спросил, даже не помню такого. А почему? А я в разговоре пойму, кто он такой. Я буду подводить, он будет себя показывать. Мама несет. Избрана к благовестию Божию. То есть, выбрана к служению благовестия. Вот этого вот не может сказать ни один священник, ни один патриарх за всю историю. Избрана к благовестию. Службу, службу. Узнать, как развернуться, когда покадить, когда выходить, когда святение, когда Евангелие, да еще как пробубнить. Никто ничего не понимает. В благовестию. Вот когда вот это будет во главу поставлено, тогда будет преображение в церкви. Не день преображения, а в церкви, душ. Без этого никак нельзя. Сектанты призваны к благовестию. Но кем они призваны? Вопрос только один. Они любят Господа. И меня спрашивают, а что, баптисты, они Духа Святого не имеют? Откуда я знаю? Если они уверовали во Христа, значит, Дух Святой подвинул. Ну, а дальше они не идут пути в церковь-то. А у веры никто не признает Господа, как только Духом Святым. Значит, они признали Иисуса, как Спасителя, умершего за их грехи. Все. Я их вел как патриарх преподавать в училище православное. Все. Иначе избран вместо предопределен к этому. То есть слово избран вместо определен к этому. Как и к Иеремии говорит Бог. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Иеремия 1.5 И сам Павел говорит в одном месте. Когда благоволил Бог, избравший меня от утробы матери моей. Галатам 1.15 Далее не напрасно говорит он. Призванный. Краснодарисов. Прямо идешь вперед, ты не чувствуешь, что тебе непонятно. Скажи, ты избран или нет? От утробы матери написано. Ты знаешь, что от утробы матери избран? Ты это можешь сказать о себе? Я могу сказать. У меня это во всем проявлялось. В школе. Учился, когда в техникуме. Это все время проявлялось. А скажешь, а в чем проявлялось? В тяге к молитве. Вот представь. Я учусь в техникуме строителям. Колледж называется. Нас отправляют в Усть-Каменогорск, Казахстан. А там направляют в тайгу. Строить лесопильные заводы. Это людям жилье надо строить. Все. Утром встанем. И прямо около бараков, которые построили, медвежьи следы на снегу. Рядом. Среди ночи я один поднимаюсь и ухожу в тайгу. Один. Но недалеко. А еле вот так вот разлаписто. И эти последние ветки, они прямо до земли. Я на ветке коленями становлюсь и молюсь. Молюсь тому, кто вот эти звезды сотворил. Такое красивое дерево, эти горы. Я не могу назвать кто. Иегова я не слышал. Библия слова не видал, не слыхал. Ночь. Один. Звезды. И я только один уходил. Я спрашиваю тебя. Ты ходил так? Ну никто не назовет. Я свое избрание знаю с детства. Я видел небо расколотое. Когда оно раздвинулось, я не поднимался до третьего неба. Но я его видел расколотое, раскрылось и потом оно закрылось. И когда я услышал, что говорят, что в этот день видела моя тетка в другом месте, я тогда матери ей сказал, я тоже это видел. Я думал, что что-то со мной не было. Однако это в другое время. То есть в это же самое время, но в другом месте. И это тоже еще один человек видел. Ну тогда я сказал, я тоже это видел. Я знал свое избрание. Я слышу гул в земле. Как бы Бог дает понять, как вот эти вещества, которыми питаются ягоды, все, как эти витамины из земли идут. И я их слышу, я упал. И помню, к земле прислонился и слушаю. Вот где-то что-то жгли. Мне, ну я уже большой был. Отцу несу обед. Мне уже лет пять было. Это уже самостоятельный человек, считай. Вот. И дым. И я в это время думаю о кончине мира. Вот это я очень четко представляю. Как кончина мира, мать говорила. Как загорится небо и земля. Как мертвый воскресенье. Вот это она мне говорила. И я плакал. Дым идет. Дым, дым. Просто дым застилает окрестность. Где-то что-то горело. Ну весной. А я в это время стою, один к отцу иду. Я остановился, помню дым, и я плачу. А я не спасен. Мне на сердце положено, я не спасен. Я только одно думал научиться, как молиться за едино умершего канон. Тядька и мамка умрут, а я за ней буду молиться. То есть у меня вера была. Но она вера была без научения евангельского. И вот обыкновенный дым. Ты спроси у человека, у ребенка пятилетие. Вызовет ли такую ассоциацию с кончиной мира и загорится небо и земля? Ну ты найди одного человека мне. Найди. Я рассказываю, как у меня в тюрьме было. Ни у Глеба Якунина, которые сидели, священники. Он говорит, даже такого не слыхали. Дверь открытая. И охранники с двух этажей собираются у одной камеры и слушают почти два часа. Это каждый день занятия веду. Да мы, говорит, такого даже не слыхали. Это Бог сделал избрание. Что я им неправильно распорядился. Что я не святой. Ну, это вопрос другой совсем. Это мое. Но мое избрание, оно подтвердилось тем путем, которым Бог меня повел. Он все время меня, Бог, прожигает, перетирает, топит меня. Он не хочет быть таким, какой я есть. Ты это считаешь? Я вот читаю эти слова. Я их сразу к себе применил. Ты применяй, сынок, к себе эти слова. Можно? Евангелие, заговори с тобой, с твоим языком и жгучим. Вот Игнатик сейчас сказал. Ну, я вспомнил, что по детству. Мы с отцом шли, мне было лет пять, наверное. Он из части, в сторону дома. Мы в Апочке жили, в Псовской области. И вот у меня была почему-то вера в такое, что человек должен жить вечно. Я понимал, что человек умирает, а я считал, что это неправильно. То есть, не знаю почему, но вот с самого детства такое у меня представление было, что человек должен жить вечно, а смерть это просто как-то неправильно. У меня было желание изобрести таблетку для жизни. Ну и в результате, когда я уверовал, я понял, что на самом деле так и есть. Человек должен жить вечно, а смерть это просто временное явление. Вот это с детства я помню, что у меня было прям, ну, несогласие со смертью. Ну, у тебя ложный путь был, понимаешь? Тут у тебя ни Бога, ни Христа, а не умирать нигде. Это путь безбожника. Я знал, что я умру, и я буду в аду. У меня прямо от Бога это было. Я умру, и я буду в аду гореть. Это какой пятилетний? Я не вор, не блудник, никто. Но я знал, я умру, и я буду в аду. Потому что Христа-то нету. Я уже чувствовал, что я грешник. Я грешник, притом абсолютно погибший. И мне ничего не поможет. У тебя совершенно ложное было понятно. У вас мама учила, вас учили в вере. Кто меня учил-то, никто не учил. Говорила мама Абадиар. Абадиар, да, тогда говорила. А у нас вообще, мне вообще никто не говорил, ни Абадиар. А ты просто чувствовал, понимал, что это несправедливо, а дальше никакого выхода нет. И все, да. Оно неправильно. Ты должен был понимать, что я должен умреть сегодня. У тебя это, ну, не от Бога. От незнания было. А не то, что... У меня это было от Бога. Я чувствовал то, что я грешник, я буду в аду. Я тоже хотел сказать... У меня тоже это с детства было, как у меня здесь в Барновле дед умер, 9 лет мне было. И потом мне было явление, ну, кто-то в образе деда, и что-то мне говорили о вечности. Я не знаю дальше уже. И я начал тогда задумываться с 9-летнего возраста, как вечность. И до такой степени у меня это желание узнать об этой вечности, что вечно жить главное, что человек должен жить вечно. Я ко всем приставал, никто ничего не говорил. Вокруг одни безбожники, что мама, мама, помню, слезами заливается, меня обнимет вот так вот, слезы, а что меня вот так вот. Я говорю, сынок, мы все все равно умрем. Я говорю, мам, ну мы же как-то можем жить всегда, чтобы не умирать? Нет, мы все умрем. И у меня такая даже злость возникала на все это. Как мы все умрем? И я тогда в 14 лет, мне там устраивали день рождения. И опять какой-то день рождения, и у меня вдруг такой настрой страшный к этому, вот этому дню рождения. Я понимаю, что это какая-то не светлый день, а чернота. Я говорю, мама, с сегодняшнего вот этого дня рождения, вот сейчас, говорю, пускай все уходят. Всех разогнал одноклассников, никто ничего понять не может. Я говорю, все, шабаш, ни одного дня рождения больше, чтобы меня не праздновали. И с тех пор вот уже, с 15 лет, ни одного дня рождения я не праздновал больше. Потому что день рождения это путь к смерти, но никак не к жизни. Да, так к смерти, что еще на год нет. Но, Бога я не знал, это однозначно. Ну вот, о вечности я получил предсказание. Вот именно от образа деда был. Он уже умер, как где-то, наверное, год, и я был в Айе, в пионерском лагере. И он прям является мне, подошел ко мне и начал мне что-то говорить. А я вот так на кровати сижу и слушаю его. Мне странно, главное, он какой-то другой немножко, не тот, что был при жизни такой строгий. И он всегда веселый был, там меня любил, там тетешка, там все, задницу целовал. А тут строгий, и вот он мне о вечности рассказывал. Я думаю, что это только мог ангел как-то быть в образе, чтобы мне что-то рассказать. Ну, может быть, что-то было и об Иисусе Христе, потому что у меня на сердце лежало, что Иисус Христос это само добро, это вот какой-то такой добрый человек, который вот от него одно добро. И всегда, когда рассказывали, я говорю, до такой степени, я говорю, что, наверное, его откуда-то послали нам, и вот чтобы он только добро делал, потому что люди-то все злые. Вот это Игорь Добунов, вы его сейчас увидели, вы заметили, что его сегодня на богослужении не было? Да. Я увидел тебя, и первый вопрос, думаю, я спрошу, как он отреагирует. О, так ты еще не умер. И такого не бывает, когда он здесь был. Хотел спросить, думаю, как он заулыбается, да скажет, да нет, заново воскрес. Это обновление тебе идет, организмы? Обновление? Ничего, ничего. Да у меня оно постоянно после Колумбы, это обновление, как зима. Жалко, конечно. Да терпи маленько, сегодня, послезавтра день пребывать уже будет, теплей будет. Он простыл там, работает на доме. Да у меня дом, первый этаж теплый, а второй холодный, а мы работаем туда-сюда, и вот, ну, Володя как-то выдерживает, а я уже что-то спекся. Так, ну давай. Так, как слово у него было. Сколько времени там раз? Ну, мы до двух у нас. До двух. С пол первого до двух сидим. До полтора вы? Ну, до двух обычно. Здесь не будет, вот так. Давайте без десяти два закончим. Хорошо. Быстро вы все переключаетесь. Далее не напрасно. Так. Так, как, давайте прочитаем. Призванный к благовестию Божию. Так как слово у него было к тщеславным, то и внушает, что он достоин веры, как посланный свыше. Самое же благовестие называет так не по совершившемуся только. Что-то я запутался. Глаза какая-то. Ну, слово он... Так, Михаил, на, читай. Он не может проснуть себя. Да не проснулся, делай. Дайте, читай. Покажи смирение. Считай. Я хочу, с какого момента показать, читать. Вот с этого, с далее начните. Без переключаться. Мы уходим в другую. Ладно, говори, подреми пока. Далее, не напрасно, говорит он, призванный и избран в благовестие. Так как слово у него было... Груще. Так как слово у него было к тщеславным. То и внушает, что он достойный веры, как посланный свыше. Самое же благовестие называет так не по совершившимся только, но и по будущим благам. А именем благовестие тотчас утешает слушателя. Ибо благовестие содержит не печальное что-нибудь, каковы предречения пророков, но сокровища небесных благ. У меня всегда вопрос, постоянно я повторяю. Как это можно было не видеть, когда в церквах-то Евангелие-то были? Идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Почему они молчали-то? Они не читали. Так они сейчас молчат. Вы священники, архиереи, они почему народ-то к этому не призывали? Да, так читали. Читали на непонятном языке. Ну так я согласна. Они не знали. Люди вообще не знали, им не говорили распространять и вам не летят. На днях, Володя, у нас кора тут колет дрова, это не кора береза. Это он берет и на коре вырезал. Смотри, как красиво. Да, правильно. Но видел раскол. Показывается. Протопол по вакууму сколько написал, а потом бросали листовки. Да если бы к этому были расположены, они бы могли завалить всю Россию березу. А береза, она не портится. Это настоящий памятник. Да еще как-то они могли бы маленько чем-то давить, не просто карандашом. Я хотел еще вспомнить, я в Бийске жил, когда, около прям храма вот этого Успенского, я там рядом был. И все нам рассказывали, что вот там рядом с храмом никогда не ходите. А мы пионеры, помню, в галсту как все бегали там по улице-то, вот безобразничали. А там у них рапица сетка была. И меня все время тянуло туда смотреть на них. А там они ходят, эти, ну монахи там кто-то, ну и сами священники, послушники. И я подбегу, эту сетку вцеплюсь и смотрю на них. И они вот рядом ходили. Я думаю, а меня никто не хватает, ничего. И никогда ни один ничего не сказал. Ходили, а мы кучей надцепляемся, еще за мной толпа придет. А потом нам это, узнали, кто зачинщик всего, меня. И начали еще больше пугать. Потом, ты смотри, мать, я больше не ходил туда. Все, испугался, больше не ходил. Но никогда никто вот ничего со мной не говорил из них. Более того, в Одессу приехали уже по турпутевке. В 89-й год. Уже все, уже Библию даже сюда из Швеции прислали. Знаете, трехтомник вот этот вот, который у нас. Лопухина, он уже был. И в Одессе уже в этой семинарии. Семинаристы там все ходят, все. И рассказывают о кладбище. Там этот похоронен, там тот, эту часовню. Там тогда-то построили, тогда-то построили. И ни один семинарист ничего не рассказывал на духовную тему. Я о Библии спрашивал. Я не знал. Вообще ничего, ноль. Никаких разговоров не было. Никакой там о Христе. Просто о Боге даже разговоров не было. Вот смотрите, мы в Боровлянке. И маленькая девчонка вот такая за нами увязалась. Потом мы узнали Настя звать. Я с ней маленько поговорил. Настя, ты как? Скажи, ты увязалась за нами на велосипеде. А мы-то идем пешком. И она вперед бежит. Этот дом закрыт и никого не было. А мы бы же заходили в ограду. А вход-то с огорода не видать. Опять бежит вперед. Опять забегает. А тут есть, заходите. Мы сюда. Теперь мы закончили. Надо на другую улицу. А тут здание, школа, прочее. Надо объезжать далеко. А мы только туда объехали. Маленько погодя, она появилась. А как-то? А я велосипед от улицы бросил и перебежала к вам. Она за нами бежала. И впереди нас бежала. И людям успевала что-то сказать. Мы выходили, а люди уже к нам на встречу идут. Ну, она у нас есть в фотографиях. Мы там ей даем Евангелие и прочее. И, главное, народ, никто не пришел. Она одна оказалась на всей деревне. Настя, кто с нами был еще? Какой Боровян. Вот Михаил был, Володя знает. Видите как? Еще в одном месте точно так же было. Девчонки маленькие, но... Я не знаю, это лет по 8, наверное. Идут, я с ними разговаривался. Скажи-ка, это такие помощники, трое. Как они увязались, да впереди меня бегут. На той стороне, на это они все знают, кому сказать. Эти на работе сегодня их дома нет. Там только старая бабушка. А вот здесь вот пьет сильно дяденька. Он злой такой. Я туда уже не захожу и иду. Это помощники. Сердце ребенка, оно откликается. Мы поехали, вся деревня молится. Понимаете, как это можно было не видеть, то вот это не знать. Вот Климента Ахридского, у него школа была детей, 3000 детей. А Климента Ахридского, кто его знает, спроси. Но у нас отменки половина Ахридского, но его не знают. Кричать был, тарать, Климента Ахридского никто не знает. Идите и проповедуйте Евангелие. Обстановку сегодня уже невозможно изменить. Вот говорят, демографическая проблема. Пфу, слово поганое. Ну я на их языке говорю. Вот, его изменить, как пишет Дмитрий, говорит этот Смирнов, в священниках, отец Дмитрий. Можно, чтобы так, чтобы в каждой семье было не меньше 8 ребятишек. Реально это? Конечно. Даже у Глушкова еще только 7. Еще одного надо, только минимум. Дошли до минимума. Мясом кормите все. Но я садил, что никогда не будет. И поэтому нигде о демографии разговора нет. Потому что Бог ни к тысяче детям не благоволит никому, а к исполняющим воли его, Серахову говорит. И Бог не смотрит на возраст. Он смотрит на любящее сердце. И к этому надо призывать. А много или мало, тебе зачем считать это? Комаров еще больше, чем людей. В Китае. Но еще из этого. Комарами остались. А благовестие это есть благовестие Бога. То есть Отца. И потому, что даровано им, и потому, что делает его известным. Ибо хотя он известен был и в Ветхом Завете, однако и одним иудеям. Но им неизвестен он был как отец. Впоследствии же через благовестие он вместе с сыном открылся всей вселенной. Вот это первый стих толкования закончили. Благовестие Божие. Комментарий нету там? Есть комментарий. Так считай. На что священники злятся? Это мои комментарии. Это какой? Первый том? Это второй том. Второй том. Давай. Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой. Божественной литургией. А блаженный феофилак называет божественным благовестием. Я ничего не сказал. То, что есть, и показал. Один называет божественная служба, божественная литургией. А апостол парит божественное благовестие. Я просто высвечу и склоняю к тому, что подмена произошла словами. Это благовестие другими словами заменили. И как будто никто не видел. Это другое совершенно значение слова-то. И он не сам относит этот эпитет к проповеди. Но так говорят и писания, и святые отцы, и соборы. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей вселенной. Цитата из феофилакта. Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы к себе. Через ритуал. Но ни через требы, ни через богослужения, самые пышные, самые торжественные, люди не могут уверовать сознательно во Христа. Как они? Попы меня никогда этого не простят. Но опровергнуть тоже они этого не могут. Бог установил определенный порядок обращения. Сейни семени, то есть проповедь Слова Божия. Затем, полив дождем, слезами раскаяния. И получение дара Духа Святого, благословляющего на труд. Благословение не у архиерея, без нашего благословения, как сейчас были у Максима, чтобы никуда. Дух Святой благословляет. Дух Святой, а не ты. Человек, у которого неизвестно, есть ли вообще вера. Опять цитата повторяется. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Всей Вселенной. Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей и не слышали об этом. И не знают этого, и противятся этому. Почему? Не слышали, не знают и противятся. Уже страшно не бывает. Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. О, причина. Они мертвые, они не знают пути Божия. Как разве простят такое? Это мертвый патриарх, мертвые епископы, мертвые священники, которые не через благовестие пришли. А знают обряд. Они профессиональные служители религии, без Духа Огня. Дух Святой, коснувшись сердца, уверовавшего человека, вызывает у него торжественное благоухание этих слов, сказанных блаженным Феофилактом. Повторяется опять цитата. Благовестие – это и есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Вот видишь, как я издал? Вот эти слова, посмотри, они жирным, выделены и подчеркнуты в тексте. И когда сегодня священникам говоришь, говорят, а у меня есть блаженный Феофилак, но там этого нет. Как же нет? Ну нет таких слов. Когда он посмотрел, да как же, оказывается, есть. Я их вычленил, усилил комментарием и подчеркнул, вот оно как здорово выделяется-то. И поэтому Евангелие стоит на полке, в кармане, оно не трогает его. С блаженным Феофилактом на полке. Но когда я дал небольшие комментарии, небольшие же, вот видите, 297, они буквально как будто сорвались со цепи. Они стали кривитать, все рвать, мы сжигаем эти твои Евангелия. Это не мое Евангелие, во-первых. А во-вторых, я ничего не добавил. Я просто сказал, что если божественное благовестие, то не через божественную службу. Так что не нужна служба? Нужна. Но Павел говорит, меня Бог послал не службу вести, не крестить, а благовествовать. Он прямо о крещении упоминает. А вы не крестите, не благовествуете, а портачите только. Мокрой ладошкой хлопит по мозгам и отшиб мозги. У меня есть такой ролик стоит, 5Б. Б, вот так показывается, вот Б. Это буква Б у глухонемых, а то старобряческое перстное знамение. 5Б, без которых никто не войдет в царствие Божие. Б, Бог. Без Бога никак. Б, пересчитай, Библия. 3Б, благословение. Б, благовестие. Б, будущее. 5Б, без которых никто не наследует жизнь вечной. Как? Хорошо. Это моя наработка. Так я понял и так действую в своей жизни. Без этих 5Б никто не наследует жизнь вечной. Ни без Бога, ни без Библии, ни без благословения, ни без благовестия не достигнет будущего. 5Б. Б вот так показывают. Б. Ну, глухонемых там. О, С, так вот, С, Я, Буква, так вот. То есть у них на пальцах все показывают. А это как раз Б. Вот Б. Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию. О, они не простят и этого мне никогда. Ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призывных словах. Опять цитата из Феффилософа. То же самое я повторяю 5 раз, увеличиваю размером, делаю жирным, потом подчеркиваю, я его буквально вдалбливаю. Так вы понимаете, вы как зомбируете человека. Мне один говорит, считай, а что такое зомбирует? Ты хоть слово-то это знаешь или нет? Откуда ты его взял-то? От друга друга. Я тебе это слово повторяю, как Господи помилуй, чтобы он помиловал. Вы 40 раз, Господи помилуй, зомбируемый не считаете? Притом это 40 раз, не один раз. Почему вы считаете, что я себе 3 раза его повторил, но самое больше 5 раз? Ну и что? А? 4 здесь. 4 раза. Уже зомбирование. Так слова-то какие? Которые надо воплотить и оживотвориться. В этих призывных словах. Что хотел сказать? Подожди, ты для людей поднимай глаза, учитель. Дело в том, что здесь надо дочитать цитату. Я потом дочитаю, что-то она уже хотела сказать. У кого будет слово, то первый молчи. Ты что, не считал никогда? Апостол Павел говорит, у нее слово, говорит, а первый молчи. Он не сказал до конца тогда, давай, гони, что там заряжено у тебя автоматная очередь. Ну, Павел так говорит? Ну, не к этому, по-моему, говорит. Ну, не к этому. Ну, все-таки написано такое? Ну, похоже, согласен. Ну, давай, говори. Когда Игорь Тихонович говорил, почему они это не делают? Почему? Он постоянно об этом говорит. Почему не делают они то, что читают? Почему не принимают? Почему не благовествуют? Как написано в Слове Божьем. А в основном-то потому, что они, когда учат все, читают все на славяне, на мертвом, славяне в идеале ты не знаешь. Мне священник один говорит. Как? Я не знаю. Да мы с матушкой там изучали. Он знает. Я говорю, ты хорошо знаешь. Ну, давай, я тебе сейчас скажу по-русски. Ты можешь перевести? Переведу. Вот давай. А как раз у Никиты было. Я шагнул и не заметил одной ступеньки. Наступил на собственный шнурок и упал. И поповское рыло, или нос там расквасило в пол. Переводи. Он глаза вот такие на мне вытаращил. Я ни одного слова не знаю. Это наступил на шнурок. Он не знает. И споткнулся, упал и расквасил нос об пол. И все, ты ничего не перевел. А если я знаю немецкий язык, я тебе сейчас каждое слово поставлю. Притом я буду переводить синхронно. Если я знаю японский, сейчас же не отставай от него, кто говорит. А ты не можешь даже дома, даже за год не переведешь эти слова. Их в словаре даже у этого нету. У Григория Дещенко. А там 1350 страниц словарь. Они ничего не знают. И поэтому излятся на пустом. А раз на пустом, злоба не подтверждается ничем, кроме человечества. И поэтому она бесплодная, даже злоба у них. Злоба имела бы обоснование, если, то она бы вылилась в чем-то. А у них ни в чем не может вылиться. У мусульманина, она обоснована, отрезать голову. А это даже отрезать голову не может. Раньше рассказывали анекдот. Мужик вышел и кричит, спичек нет. Дожилися. Мыла нет в магазине, когда по квиткам-то. Ну и опять дальше. Я пришел вчера, хлеба нет. Два мужика стояли такие, одетые культурно. Подошли, мужик. Да если бы раньше так ты говорил, тебя бы сейчас к стенке и шлепнули. Он сразу подошел. Вот дожились, даже шлепнуть нещик. Он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призывных словах. Мы уже читали, еще раз прочитаем. Благовестие это и есть благовестие Бога, через благовестие Он, Бог, вместе с Сыном открылся всей вселенной. Понятно? Через благовестие. Как вы эти слова было не видеть? Через благовестие, не через службу, не через воскорбление, эти поганые слова. А то окормляют. А священник окормляет. Ты открой словарь. Окормляет имеет смысл только один. Отравляет. Окормили человека, то есть отравили его. А он говорит, окормляет. Но такое есть. Это имеет в виду, причащает. Выходит, ваше причастие не причащает, чем-то ты другим их кормишь, если ты окормляешь. Но ты открой словарь Ожегова, Даля. Вы чего новые слова-то придумали-то? Если человека выгнали из работы, то говорят, что уволили за штат. Ну там, уволили. А здесь почислили. Такого слова-то даже нет. Почислили на покой. Как местный архиерей был, говорит. У него, говорит, сегодня такой там торжественный день. Но скорбная очень дата такая. Я говорю, а что случилось? А что там? С архиерея приехали все священники. И зачем? Утешать его. Утешает обычно невесту, когда она приговоренная уже идти. А что случилось? За 50 лет его исполнилось. И священники приехали архиерею утешать. Вообрази. Слово к архиерею утешать. И сколько они, ну, мои родственники там работали и все. Полмашины только пустых бутылок вывезли. Все. И да утешались, и утишились, и утишились. Да у архиерея-то искушение-то какое было. Я говорю, какое? Да котам, говорит, знаете, какие бальзамы, вина-то купили. А они что-то слишком тепло. Он решил их маленько подхолодить-то на улице-то. А панамарию украли и выпили. А там, говорит, такое искушение было. Искушение. Ведущий. Сверху. А нет. Где он? Игорь, ты видишь, что тебя ждут? Кто у вас ведущий-то? Давай, я помолюсь. Давай, ты помолись. Примешь нас с собой. С молитвы. Давай. По молитвам Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наше. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели. Немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех. Да светится имя Твое, да прийдет царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесть. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение. Но избави нас от лукавого. Яко Твое, сцарство и силы слава, веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Его. А воочи, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешного, тайное явное в уме и в помышлении, во дни и в ночи и во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подаю ими. Где я падал и вставал, Ты, Господи, знаешь, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Слава Тебе! Это помощь Духа Твоего Святаго и молитва всех святых обо мне. Аллилуйя! Хвала Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица!